Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим с вами об Xbox Insight, который прошел совсем недавно. На нем были анонсированы новые игры по обратной совместимости, а именно такие игры как Ninja Gaiden 2, кстати, клевая игруха, у кого есть возможность, поиграйте, Splinter Cell Double Agent и Blacklist. А также объявили, что все эти игры и еще Fable получат обновление до X-версии. Ну, неплохо, да? Рассказали о ближайшем обновлении Море Воров, которое добавит арену, систему разрушения, ловлю рыбы и прочие фишки. Показали бомбезный трейлер игры Rage 2, объявили о том, что скоро нас ждут подробности о Gears of War 5, сказали, что и Gears Pop должен наконец-таки скоро появиться, а также показали новый Xbox One без привода, рассказали о совместной подписке, которая имеет название Ultimate Game Pass и заносили нам офигительную E3, которая должна быть просто огненной, так как там будут новые игры, информация о старых и расскажут об X-Cloud и поделятся инфой о будущей консоли. Про игры и трейлеры не особо вижу смысла говорить, поэтому обсудим самые интересные новости этого шоу. Начнем мы, пожалуй, с нового Xbox One. Да, слухи действительно подтвердились и Microsoft все-таки сделали консоль без привода. Для тех, кто не знает, что такое привод, так это штука, в которую диски суешь. Называется он Xbox One S L Digital Edition. Будет продаваться в районе 230 долларов и выйдет он 7 мая. Да, и в России тоже. Консоль будет полностью соответствовать мощности S-версии, ее функциям, только не будет наличия привода. Также с консолью на борту будут даваться такие игры, как Minecraft, Море воров и Forza Horizon 3. Да, именно третья часть. Не знаю, почему они решили не вкладывать четвертую, но да ладно, им виднее. Про дизайн я промолчу, консоли не смогли даже сделать чуть меньше, тупо запломбировали отверстие под дисковод. Довольно-таки странное решение. Да, раньше уже сливали изображения, но я относился к ним как к рофлам и фейкам, так как смотрелось это чутка странно и неправдоподобно. Но, увы, так консолька выглядит в реале. В целом, если смотреть на эту консоль, то лучше тогда уж купить S-версию с приводом, так как сейчас ее можно найти в районе 16К. А новая версия официально будет по-любому в пределах 20. С приводом вы хотя бы дисковые копии сможете и покупать, и продавать, а тут лишь цифра. Размер тот же, да и цена не слишком уж и дешевая. Поэтому версия без привода оказалась не такой уж и клевой, какой мы себе ее представляли. Насчет объединенной подписки. Здесь также подтвердился сток об единой подписке, которая теперь включает в себя и Xbox Live Gold, и Xbox Game Pass. Стоить она будет 897 рублей в месяц. Так, по крайней мере, было указано на российской картинке. Поэтому, скорее всего, подписка будет доступна на территории РФ. Сколько будет за 3 месяца, сколько за год, неизвестно. Но исходя из месяца, можем сделать вывод, что подписка все же выгодная. Много кто ищет подписку на месяц, и за счет этой подписки вы убьете двух зайцев. А также сэкономите около 300 рублей, если бы вы покупали все по отдельности. В принципе, клевое решение. Думаю, такой подпиской будут пользоваться, так как купил одну и не паришься. В принципе, шоу довольно-таки неплохое. Но самый сок должны показать все-таки на E3. Очень будем ждать информации о новой консоли, так как Sony уже начали делиться подробности консолей нового поколения. Да, и надеюсь, что все-таки майки в новом поколении нас не подведут и покажут реальный Next Gen. И на этом у меня все. Пишите свое мнение о новом Иксбоксе, о новой подписке, как они вообще вам понравились или нет. А также не забывайте поддерживать канал подписками и лайками. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.